И, конечно, праздник весны и труда мы встречаем трудом на Большом профсоюзном субботнике. И еще раз ура, товарищи! В год своего 75-летия профсоюз Ядерного Центра не мог остаться в стороне от самого профсоюзного праздника 1 мая. Около 150 человек собрались на стадионе «Авангард». С приветственным словом к участникам субботника обратился председатель городской думы Антон Ульянов, а также председатель профсоюза «Арфиатсвнеев» Иван Никитин. Все социально-трудовые проблемы, накопившиеся и возникающиеся вновь, можно и нужно решать. И мы уверены, что и сейчас в последнем мире активный диалог профсоюзов и правительства дадут необходимый результат. Мы люди труда, те, кто каждый день на своем рабочем месте вносит вклад в нашу общую победу. Мы гордимся своей страной. Мы будем трудиться во имя победы нашей Родины. После завершения торжественной части работа закипела. Участников разделили на семь бригад. Каждая отвечала за свой сектор. Субботник стал настоящим первомайским праздником. Из колонок звучали добрые советские мелодии, знакомые каждому. Изначально 1 мая профсоюз хотел провести традиционное шествие. Наша задумка столкнулась с некими сложностями организационными. Сначала была пандемия, потом другие ограниченные факторы. И решили сделать большой профсоюзный субботник. Потому что именно в таком формате его давно не проводили. Я даже не вспомню, когда. Сегодня на 9 утра стоял дождь. Но мы делаем богоугодное дело, поэтому у нас солнце и достаточно тепло. Стадион постепенно преображался. Ограждения обновили, а с территории убрали сухие ветки и прошлогоднюю листву. Майские весенние субботники для Сарова стали доброй традицией, которая объединяет коллективы, горожан и даже поколения. Атмосфера чудесная, дружеская. Приятно, что все мы работаем вместе в коллективе, сообща. И обязательно быстро сделаем свою работу. Во-первых, потому что это делает город чище и красивее. Во-вторых, это очень сплачивает людей. Заводятся новые дружеские отношения и тому подобное. Приятно пообщаться со своими друзьями и коллегами. Завершили праздник церемонии награждения трудовых коллективов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.